Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня мы погадаем на замечательную тему «Мнение окружающих о вас». Мы посмотрим четыре позиции. Сначала по одной карте, которой, возможно, придется докладывать на прайд Таро. Как люди к вам относятся, каким они вас видят человеком. Любят они вас, уважают или считают, может быть, каким-то другим. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Вокруг ходит собака, если что, не смущайтесь. Если вы нашли это видео на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, размешаем нашу колоду «Мнение окружающих о вас». И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю также на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. Тут одна карта. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, перед вами четыре позиции на выбор. Вы можете смотреть несколько, можете смотреть одну. Несколько вы можете смотреть, загадывая там других людей. Ну, то есть, мнение окружающих, допустим, о вашем мужчине. Это не возбраняется. Итак, первая позиция – вот такая бабочка. Вторая позиция – вот такая бабочка. Третья позиция – вот такая бабочка. И четвертая позиция – вот такая бабочка. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем. Итак, я убираю сначала в сторону наши последние три позиции. Надеюсь, что я их не перепутаю, как сегодня на школе Таро. Наша первая бабочка. Мнение окружающих о вас. В каком аркане они вас видят? Каким человеком? Мы видим здесь девятку мечей. Ну, вы знаете, девятка мечей, карта-то такая, да, в какой бы колоде она ни была. Она показывает грустную девушку здесь, рыженькую. Вы знаете, ну, не обязательно, что вы рыженькая девушка, конечно. Вы можете и мужчиной быть, но грустным. Человек, уныние, да, человек постоянно, который анализирует свою жизнь, делает нехорошие выводы. Он предался каким-то своим страхам, предался грустным мыслям, имеет негативное мышление. То есть люди это видят, к сожалению, в вас. Я не говорю о том, что вы на самом деле такой человек, но в последнее время, я не говорю, что всегда, в последнее время вас видят несколько унылым человеком. Может быть, депрессивным, может быть, нагнетающим обстановку, может быть, слишком культивирующим в себе страхи какие-то свои, да, может быть, недостатки. Может быть, с культивирующим свое горе, которое настигло вас в какой-то момент, да, может, расставание, там, что-то с работой не так, вы перегружены в жизни. Может быть, вам снятся какие-то неприятные сны, вы испытываете страхи, паники или еще что-то. В общем, от окружающих это совершенно скрыть вам не удалось, да. Давайте разворачивать. Все равно мнение окружающих не может быть в одной карте. Мы здесь видим двойку кубков. На пояснение, возможно, они думают, что вы грустите о любимом человеке. Или о каких-то друзьях, подругах, в общем, близких людях, да. Может быть, о семье, может быть, но чаще всего именно о любви. Двойка кубков показывает некий союз, а девятка мечей, ну, печаль об этом союзе. Может быть, они думают, что вы влюблены, но без ответа. А может быть, с кем-то расстались. В общем-то, окружающие беспокоятся о вас. И считают вас хорошим человеком. Что вы приятный человек для общения, мирный, дружелюбный. Но страдаете из-за чего-то, да. Страдаете. Ваша душа страдает. Причем, скорее всего, они считают, что это пустое страдание. Видите, шут, они в вас видят мирного, но при этом наивного человека. Умеренность подтверждает вашу спокойную мирность, да, такую даже ангелоподобность, я бы сказала. Окружающие по этим картам очень хорошего мнения о вас. Рыцарь кубков это тем более подтверждает, что вы романтичная натура. Что вы такой вот добрый, приятный человек, ребенок. Ну вот извините, но это так. Они видят в вас все-таки больше именно наивности. И вот что вы ангелочек такой, да, которого или обидеть-то было легко, в принципе. Если вы женщина, очень все понятно. Если мужчина, ну значит, они считают вас, что вы не прошли в своей жизни много опыта. Вы могли хлебнуть горя, но не совсем усвоили урок. Вот они видят это, что вы как бы переживаете попусту, значит, еще не все усвоили. Делают именно такой вывод о вас. Вообще карты очень светлые. Все. Все из этих карт очень светлые. Они не показывают плохого, там, дерьмового человека, злого и так далее. Люди видят вас именно добрым человеком, который может многое им прощать. Вот. Как бы идет такой момент, ну, некоторые, может быть, лояльности с вашей стороны. Но они видят в вас это проблемой для вас самого или самой. Что вы слишком много можете прощать, слишком многим мириться в человеческих качествах. А этого бы делать не стоило. Что вы услужливы, что вы уступчивы, что вы можете для человека сделать что-то приятное, даже если он вас обидел. Что если вас обидеть, а потом извиниться перед вами, вы обязательно простите. Этим они вас и любят, и уважают, и в то же время немножечко считают, что вы неправильно себя ведете. Что можно было бы дать всем леща и совсем там иначе реагировать. И не страдать, а наоборот еще пойти и подать, да, кому-нибудь, чтобы вас не обижали и не расстраивали из-за ерунды. Вот и все. Ну, в принципе, значит, любят. Значит, хорошего мнения о вас. Ну, вот такая первая позиция. Вообще, если человека не любят, о нем такого мнения не будут. Честно вам скажу. Вторая позиция. Мнение людей окружающих о вас. И первая карта четверка Пентаклей. Ну, что вы сами по себе, что вы ограничены своим каким-то мерком и просто так душу-то нараспашку не покажете. С вами трудновато дружить. Честно, вы не особо идете на контакт. А вы человек, очень ревностно оберегающий свое личное пространство и деньги. И, соответственно, у вас трудно допроситься как того, так и другого. Вы ревнивец. Человек ревнивец или ревнивец. Если кто-то уже стал явно вашим, вы уже этого никогда человека от себя не отпустите. Именно поэтому к вам очень сложно подобраться. Окружающие это видят. Ваши ограничения от них. И если вы кого-то допустили уже в свое личное пространство, что вы дружите, что вы любите. Это практически навсегда. Они тоже это знают. Многие хотели бы прорваться сквозь оборону, но не так-то это просто. Не так-то просто. Вы можете улыбаться, с кем-нибудь смеяться. Вы можете все это делать. Но это ничего отнюдь не значит. И они уже это поняли. С вами трудно общаться, трудно дружить. Вы не хотите. Вы стена. Вы стена. Причем сидите на своих-то денежках, они считают. И могли бы поделиться. И может быть у вас какой-то даже суровый знак зодиака. Ядреный какой-то. Не буду их перечислять. Каждый про свой знак знает сам. Но здесь я вижу совершенно точно, что они вас считают человеком, который сидит на куче с деньгами. С ними он не делится. А зачем тебе столько денег? Спрашивают они. Если ты с нами поделиться не хочешь. Так же и энергия. Они видят вас очень энергичным человеком, но для них вы буквально спящий под деревом и сидящий на стуле, скрестив руки на груди. То есть вы не хотите с ними дружить. Вы не хотите их допускать к себе ближе. Если вы сейчас имели в виду вашу семью, окружающих, да, это самые близкие. Они знают, что вы в эту близость никого не пропустите, кроме них самих. То есть мы близкие, а остальные все идите по боку. И ваша вот эта вот ревностность, ограниченность и нежелание разбрасываться своим личным пространством всем известно. Вы сухой скупердяй в этом плане. Вы можете дружить, общаться, любить. У вас все это есть. Но для большинства людей вы остаетесь таинственным и абсолютно темной лошадкой. Еще и с магическими способностями, с колдовским даром и нежеланием им делиться тоже. Ни деньгами, ни даром, ничем бы то ни было еще. Я с вами не поделюсь своей энергией тем более. Я буду делать ровно то, что мне положено. Я никому ничего из вас не дам, не отдам, не расскажу, не покажу, не буду с вами общаться. Бе-бе-бе. Вас видят именно замкнутым человеком в свой определенный круг. Ну, может быть, в свою семью. С вами все хотят сблизиться, абсолютно все люди. Но они не знают, как. Способ они не имеют. Здесь совершенно точно показан очень сложный человек. Но интересный и загадочный. Добрый, скорее всего. Веселый, ответственный и умеющий. Может быть, даже деньги зарабатывать. А почему нет? Но для всех вы как-то, не знаю, темная лошадка. Ни за что эти люди так и не докопаются до правды всей вашей жизни. Они останутся в неведении до самого конца. Понимаете? И они, ну, кто-то готов смириться, кто-то нет. Вот так могу сказать. Кто нет, может быть, доборется до того, чтобы стать вашим близким. Но это чаще всего очень сложно. Вот такая позиция номер два. А мы перейдем к третьей позиции. Мнение окружающих о вас. Наша бабочка, храпящий мопс у меня под стулом прям. Он знает, куда и когда приходить, простите. Он точно знает, когда я пишу видео и ложится. И в некоторых случаях начинает громко храпеть. Понимаете? Итак, что о вас окружающие думают? Четверка жезлов. Ну, вы прекрасный человек. Возможно, вы состоите в отношениях или в браке, или просто очень стабильны. Но вы прекрасны. Карта эта совершенно точно здесь показывает, что вы невероятно интересны, неординарны, веселы по жизни, позитивны, коммуникабельны. С вами очень-очень всем нравится общаться и дружить. С вами бы хотел дружить весь мир. Да и друг вы, наверное, или подруга очень хороший. Вы знаете, карта светлая, светлого человека. Даже если вы изнутри состоите из одной сплошной тьмы, внешне вы прекрасный, светлый человек. Прям, знаете, обычно так скорпиона выглядят. Ну, ладно. Этот момент мы упустим. Давайте посмотрим дальше. Мы здесь видим рыцаря жезлов. Мы здесь видим влюбленных. Мы здесь видим рыцаря пентаклей и еще и десятку мечей. Смотрите. Окружающие люди, они о вас прекрасного мнения и продолжают быть по этим картам. Но есть такой момент, что они видят в вас иногда очень целеустремленного, подвижного человека, которому, в принципе, в жизни многое интересно. Он интересуется, не знаю, разными науками, искусством. Есть о чем поговорить с вами, понимаете. Он твой разносторонний, приятный человек. Влюбленный всегда говорит о союзах. Вы союзник. Вы человек, который может объединяться в любые товариства, группы, группы по интересам. С вами очень можно легко задружить, как они считают. И что вы можете поддержать компанию. И также они думают, что с вами просто даже переписываться интересно, болтать много. Что вы готовы к этому. Ну, пусть не всегда, но готовы. Но вы, допустим, романтичная натура, но и немножко и приземленная. То есть, вот вы не глупый человек. Они это тоже осознают, что вы не будете вестись на всякую ерунду. Если вас решат развести там на деньги, на какие-нибудь там, не знаю, там рулетки, там ставки на спорт, или там по телефону мошенники, вряд ли вы поведетесь, вряд ли. Хотя человек вы с виду простой, компанейский, интересный, разносторонний, но ни за что не поведетесь на ерунду. Опыт в жизни у вас есть. И люди часто с вами советуются. Однако, рыцарь Пентаклий с десяткой мечей показывают совершенно точно, что на работе вас не ценят. Ну, не ценят и все тут. Вас могут считать прекрасным человеком для общения, но для работы что-то не так. Вот как будто бы не оценивают до того, чтобы повысить, допустим, по карьерной лестнице. Не оценивают до того, чтобы сделать вас более богатым. Такой человек, как вы, ну, со стороны окружающих, да, внешний взгляд, может хорошо заводить семейный бизнес, дружеский бизнес, бизнес, где друзья, партнеры. И с ним легко. Но на работе, ну, не ценят и все тут, не повышают и все тут, не повышают доход, зарплату. Это, конечно, вот момент упущения, что дружить с таким можно, а работать с таким уже не так. А вот бизнес тоже можно, да. Ну, вот, вот странно это, странно. Что-то здесь вот они в вас вот как изъян какой-то, может быть, видят или недооценивают как нормального профессионала. А почему? Ну, потому что вы как-то слишком добры, скорее всего. Вот ведь и не ведетесь вы, допустим, на мошенничество, да. Значит, вы не глупые, и они это знают. Но они считают, что на вас можно ездить. Ну, пользоваться, пользоваться по поводу работы. Вот так вот. Ну, вот такая позиция номер три. А мы под дружный храп мупса с моей речью, да. Вот они в унисон льются в камеру. Продолжим четвертую позицию теперь. Какое мнение окружающих о вас? И карта императрицы. Если вы женщина, сразу говорит о том, что они вас видят цельной такой личностью, которая самодостаточная и очень уверена в себе. И, скорее всего, семейная женщина, допустим, с детьми. Ну, либо начальница, да. Начальница. А может все вместе. Для мужчины карта императрицы показывает, ну, некоторую завышенную мягкость. То есть вы для многих очень заботливый, приятный мужчина, который может отогреть, приголубить и сделать для многих людей очень много добра, да. И старается, чтобы всем людям было хорошо, всех выслушать, всем помочь, всех отогреть, там, приголубить, все сделать для окружающих. Женщина такая же тоже, очень добрая. Но для мужчины это многовато материнских качеств, да. Для женщины, ну, женщина-мать. И все тут этим все сказано. Дальше мы видим солнце. Вас видят очень светлым, ярким человеком, который буквально светится изнутри. Человек щедрость, человек изобилие, да. Такой никогда не бросит в беде. Мы здесь видим пятерку мечей, семерку жезлов и пятерку жезлов. Вы настоящий бунтарь. Вы никогда своих не бросаете. Вы обо всех позаботитесь. Но если вас задеть, вот лучше бы этот сосудик не трогали. Да, сосуд с жидкостью. Теперь вся жидкость пролилась. И какая это была жидкость? Скорее всего, горючая или кислота. Потому что вы взрываетесь мгновенно, кипятитесь как чайник. И вас не узнать, да. Они видят в вас взрывную натуру. В мирное время, когда с вами есть коннект, когда с вами можно общаться нормально, дружить. И вы ни с кем не вступили в спор. Вы прекрасный, идеальный, совершенный человек, с которым можно всегда найти общий язык. И у которого можно что-то попросить. Вы всегда поможете, никогда не предаете. Вы супер, да. Супер. С кем можно там и семью устроить, и работать вместе. И там, я не знаю, вы во всех ролях прекрасны, да. И прекрасная там мать или отец. Но, не дай бог вас разозлить. Вы сметаете все на своем пути. Вы взрываетесь так, что любого может это задеть и поранить. Поэтому обратите на это внимание. Люди видят вас чайником. Только чайником не в плане того, что вы водить не умеете, да. А чайником, в плане кипящим чайником, который сейчас засвистит, взорвется, закраснеет. Понимаете, из него будет вырываться пар. И вы очень быстро отходите, скорее всего. Но это уже никого не интересует. Они точно знают, ваши окружающие и близкие, что вас раздражать нельзя. Ни в коем случае нельзя. Иначе вы такое устроите, что ого-го, да. Вот такое мнение о вас, окружающих. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Элайф. Также подписывайтесь на канал Школа Тару Альвиен. И гадание, заговоры, ритуалы Карина. Я очень надеюсь на ваши комментарии, на ваше мнение, правильно вы выбрали позицию. А это зависит только от вас или неправильно. Но самое главное здесь, что может быть видео вам в чем-то поможет. Особенно раскрыть глаза и на других людей. Ну, например, там, я не знаю, можно же загадать любимого человека, маму, папу, там, свою подругу, друга. Что думают окружающие об этом человеке? Или, допустим, у вас есть переписка, любовь на расстоянии. Вы можете загадать на определенную позицию этого человека, да. И узнать его мнение о нем у окружающих. И вы сразу поймете, а стоит или не стоит завязывать дальше, продолжать там эти отношения. Может быть, оно там, овчинка выделки не стоит, да. Ну, вот такое вот у нас видео. Всем пока и до новых встреч.